Друзья, всем привет! Вы на YouTube канале Марина Жилкова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео делюсь с вами рецептом осветляющей маски для лица. Рецепт мне порекомендовала моя постоянная подписчица Оксана Корожова. Оксана, огромное вам спасибо, что поделились рецептом такой чудесной маски. Маска действительно хорошо осветляет кожу, осветляет пигментные пятна, удаляет излишний загар. Вообще после этой маски кожа выглядит великолепно. Она становится более ухоженной, более светлой, более здоровой. Поэтому смело берите этот рецепт на заметку. Тем более ингредиенты самые доступные. Нам понадобится 1 столовая ложка свежей клюквы, можно взять замороженную. Также понадобится 1 столовая ложка сока лимона и 1 чайная ложка обычного картофельного крахмала. Все ингредиенты необходимо смешать между собой. Масочку необходимо аккуратно распределить по лицу. Я не наношу ее под область глаз. Масочку нужно оставить не более чем на 10 минут, затем смыть прохладной водой. Масочку я только что смыла с лица. Есть, конечно, покраснение из-за клюквы и лимона, но маска комфортная. Пока я держала ее на лице, она нисколько не стягивала кожу, не вызвала никакой аллергии. Через 10 минут все эти покраснения пройдут и сразу же будет заметно, что тон лица стал светлее, кожа стала более гладкой, более ровной. Соответственно, внешний вид кожи более здоровый, ухоженный и кожа, конечно, выглядит намного моложе. Поэтому возьмите обязательно эту маску себе на заметку. Если у вас есть проблемные зоны в виде пигментных пятен, то эта маска вам однозначно поможет. Я наносила эту маску 1 раз в неделю на протяжении месяца. И вот в этой области пигментные пятна у меня стали менее заметны. То есть ранее здесь у меня были крупные точки, теперь остались маленькие точечки. Маска очень хорошо отбелила кожу, поэтому если у вас есть похожие проблемы, обязательно попробуйте эту маску. Вот прям рекомендую. Ни аллергии, ничего, как я уже сказала, эта масочка у меня не вызвала. Можно, конечно, ее наносить точечно, не наносить на все лицо, но в любом случае результат будет. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что информация была для вас полезна. Оксана, вам еще раз огромное спасибо за рецепт двух замечательных масок. Я ими буду пользоваться теперь постоянно и регулярно. Не люблю покупные маски. Мне больше нравятся те маски, которые я делаю сама, без всяких консервантов, красителей, химии и так далее. Все, что натурально, все это, конечно, очень полезно для кожи, для организма. Друзья, на этом у меня сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь видео в социальных сетях, ставьте лайки, если оно вам понравилось. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok